В Новый год все девочки хотят быть принцессами, феями и золушками. Юные художники не исключение. Основное требование к праздничному костюму – что-то обязательно должно быть сделано своими руками. У кого-то это необычная карнавальная маска, у кого-то замысловатая шляпа. Выбрать лучшего сказочного героя нелегко, но это же игра, а значит, кроме самых красивых и ловких, здесь побеждает и самый умный. Для маленьких всезнаек – зимние загадки, ребусы, головоломки. И, конечно, творческий конкурс рисунка. В выставочном зале школы развернута целая акварельная экспозиция. Мы ежегодно, такая у нас традиция, выставляем работы учащихся. Иногда мы берем из фонда лучшие работы на зимнюю тематику и стараемся показать ребятам, как работали их предшественники, чтобы они брали пример и посмотреть на лучшие работы из фондов школы. И, соответственно, они вдохновляются и также выполняют какие-то свои прекрасные произведения. В этот раз в конкурсном отборе участвовали только рисунки первоклассников. Малыши рисовали новогоднюю сказку. Большинством зрительских голосов лучшими были признаны Дед Мороз и Снегурочка Витаны Заремба. Дедушка Мороз у меня сказочный, такой, ну как Дедушка Мороз выглядит, такой полненький немножко, где-то худой. Снегурочка у меня, мне кажется, получилась достаточно нормальная, в пропорциях все хорошо. Ну, косички у Снегурочки, она блондинка. Я хотела, чтобы мои Дедушка Мороз и Снегурочка получились добрыми и веселыми. Малыши рисуют пока только на бумаге, а вот старшеклассники уже успешно пробуют себя в технике боди-арта. На празднике они представили коллекцию моделей времена года. Кроме изысканных костюмов, каждый автор вложил в свое творение неповторимое очарование осенней, летней, весенней и зимней природы. Я воплощаю с собой образ зимы. Этим образом я хотела бы передать настроение зимнее, так как погода нас не особо балует новогодними, снегом, допустим. Я передать всю таинственность, сказочность, загадочность этого времени года. Праздник к нам приходит. Уже повсюду украшают елки, готовят новогодние костюмы и подарки, рисуют праздничные акварели и мечтают о прекрасном. Ведь все знают, новогодние мечты сбываются. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.